Пляжный сезон Посещение тренажерного зала сегодня модная тенденция Все больше людей хотят быть здоровыми, подтянутыми и нарастить мышечную массу Тем более стоит это недорого Цена одноразового посещения в ноябрьске от 140 до 250 рублей За эти деньги у вас есть как минимум час на тренировку В распоряжении десятки тренажеров и другой спортивный инвентарь Сегодня нет проблем с выбором тренажеров и спортивных залов Они чуть ли не на каждом шагу Одна из основных трудностей, особенно для новичков Заставить себя в эти спортзалы ходить Совет 1. Купите ежемесячный, а лучше сразу годовой абонемент Мысль о потраченных деньгах должна мотивировать Совет 2. Наймите персонального тренера Он не только напомнит о тренировке, но и составит индивидуальную программу занятий Совет 3. Специальный для девушек Возьмите в зал свою подругу Когда девочка приходит одна, ей где-то неудобно, где-то скучно, она стесняется А когда приходит она с подругой или с другом, сразу уверенность возрастает, мотивация Где-то что-то не получилось, она может это в юмор перевести А когда девушка одна занимается, у нее что-то не получается, она сразу стесняется, начинает краснеть и так далее Виталий Макаров, тренерский стаж 2 года Рост 173 сантиметра Вес 81 килограмм Может сделать рывок 55 килограммов в штанге одной рукой Ксюш, ноги сгибай побольше Подсаживайся, подсаживайся Вот, хорошо Пока вы сидите на диване, Ксения вовсю тренируется Пришла за компанию с коллегой Теперь вместе 3 раза в неделю занимаются под руководством инструктора Ксения Роготнева Рост 162 сантиметра Вес до тренировки 127 килограммов Мечта похудеть до 70 килограммов Стаж тренировок в спортзале 2 месяца Вот эти штаны, я в них, когда начала заниматься, я ходила в этих штанах Это какой размер штаны? Это, ну, китайский размер, он 40 какой-то, а так, но он под 70-й То есть носили какой размер? 54-й какой-то? Нет, ничего, ну, больше Больше? Да Ну, так, ну, вот это вот джинсы, которые сейчас мне как раз Вот, то есть Вот, то есть, видите, разница Получается, примерно сантиметров 5-то есть точно, да? Да, то есть это где-то за, ну, за 2 месяца Во время тренировки с девушки стекает 7 потов И все во имя стройной фигуры Беговая дорожка, приседания со штангой, велотренажер Первую неделю болели мышцы Еще через 2 появилась сила в руках, сноровка, выносливость Результат усилий за 2 месяца занятий минус 13 килограммов Когда я только пришла на занятие, то есть в ту же планку У меня максимум было 5 секунд, и то там с таким напрягом, и все, и мышцы падают То есть, получается, я вставала вот так вот, все, я чувствую, что руки у меня отваливаются И все, 5 секунд, и я уже лежу, отдыхаю А сейчас, ну, 20, не знаю, 30 секунд То есть без проблем могу и вот так вот встать Постоять тоже секунд по 20, по 30 на каждую руку Теперь мотивация похода в спортзал не коллега, а каждая скинутая килокалория Быть как прежде она уже не хочет Чтобы походы в спортзал были эффективными, а главное, безопасными для здоровья Тренеры рекомендуют обратиться к врачу Даже самый профессиональный фитнес-инструктор не определит на глаз ваши противопоказания О которых и вы можете не знать Кому-то нельзя надрываться тяжелыми грузами, кому-то бежать на всех скоростях Только врач может дать рекомендации А тренер с их учетом подумает, чем вас нагрузить Для того, чтобы начать заниматься в фитнес-клубе, в тренажерном зале Любой физической нагрузки Первое, что нужно сделать, это получить разрешение от своего участкового терапевта О том, что вам показано, что не показано Есть ли какие-то ограничения Что вы можете выполнять и вообще с чего вам стоит начать С какого уровня нагрузки вам нужно начать Как обрести идеальные формы или параметры 90-60-90 Для меня, по крайней мере, это несбыточная мечта Экспресс-тест моей фигуре сделает Олег Тетченко и вынесет свой вердикт Эксперты советуют перед началом тренировок изучить состав тела Это позволит рассчитать жиры, мышцы и воду Процедура подсчета нынче весьма популярная Олег Тетченко, тренерский стаж 20 лет Рост 178 сантиметров Вес 94 килограмма Разработал программу по похудению С риском для себя выступаю в качестве подопытного Для диагностики тела на руки и ноги надевают специальные датчики Сканирование занимает всего 7 минут Результат, который выдаётся тут же Это наглядная картина состава вашего тела Из чего состоит моё тело? Давайте так Сколько, да, в твоём теле жира И вот по этому параметру видно, что у тебя лишний жир Примерно сколько? Это всё, я могу даже не примерно точно сказать Чуть больше 5 килограмм лишнего жира Чуть больше 5 килограмм, но я даже знаю, где он отложился Ну, он, возможно, равномерно отложился Распределился по телу, растёлся Да, но тем не менее, что надо заниматься Ну что, вот и настало время скидывать лишний жир И превращать его в мышечную массу Придётся попотеть Это я буду делать под руководством тренера Знакомьтесь, это Дарья Дарья Герасимова Вес 57,5 килограммов Рост 158 сантиметров Тренерский стаж 5 лет Мастер спорта Российской Федерации по пауэрлифтингу На моём примере она и расскажет о главных ошибках новичков Всегда лучше подойти к инструктору и спросить, задать вопрос Попросить, показать Это его прямая обязанность Показать вам упражнения Показать, как пользоваться данным конкретным тренажёром И лучше не постесняться сделать это, чем принести какой-то вред своему здоровью Или просто выглядеть глупо со стороны делать неправильно Ну что, тогда поехали Любая тренировка должна начинаться с 10-минутной разминки Для этих целей прекрасно подойдёт беговая дорожка Но не стоит торопиться и бежать сразу на полную мощность Особенно это касается начинающих атлетов Вы походите для начала пару минут на небольшой скорости Это, к примеру, сколько нужно, чтобы размяться? Какая скорость должна, или, например, угол наклона быть? Ну, я думаю, что минимум 4 километра в час Но меньше уже нет смысла И дальше вы постепенно добавляете, ориентируясь на свои ощущения Беговая дорожка – это не только тренировка сердечно-сосудистой системы Но и отличный вариант для похудения Правда, чтобы запустить режим жиросжигания Нужно бегать примерно 30 минут При этом главная дистанция, а не скорость Только помните, с такой нагрузки не следует начинать тренировку Она не подходит и для первого занятия в спортзале Время бега и его длительность нужно увеличивать постепенно Кардиодорожка действительно поможет сбросить жир Но без силовых тренировок потянуть тело и обрести красивый рельеф не получится Кстати, за час занятий спортом сжигается столько же калорий, сколько за сутки без тренировки Спинку подняли, расправили Смотрим вперед руки перед грудью Расправьте грудную клетку На вдохе плавно опускаемся вниз Опускаемся и на выдохе поднимаемся вверх Тренажер для гиперэкстензии входит в тройку самых популярных среди профессиональных спортсменов Но новички его зачастую игнорируют Любые упражнения нужно выполнять в три подхода Минимум 7-8 повторений в каждом Отдых между подходами не более одной минуты У кого-то начинают мышцы болеть на утро после тренировки У кого-то начинают болеть вечером, у кого-то вообще через день То есть тут все индивидуально Я не думаю, что... Вот критерий для меня, допустим, правильности Правильно мышцы болят или нет Один из критериев, скажем так, это равномерность То есть если у вас равномерно болят мышцы симметричные Допустим, правая и левая нога, вы тренировали ноги Они у вас болят равномерно Это говорит о том, что правильно нагрузили Если вы чувствуете боль с какой-то одной стороны То, возможно, уже можно говорить о травмировании каком-то Такое может случиться, если техника выполнения упражнений нарушена К примеру, нередко начинающие спортсмены считают Что для максимального эффекта необходимо брать большой вес И использовать как можно больше тренажеров за одну тренировку И это ошибка Мужчины зачастую приходят, пытаются казаться сильными Допустим, они не были целый год в тренажерном зале А тут они пришли с другом и хотят показать, что они могут, допустим, сотню на раз выжить Не надо этого делать Обязательно должна быть к этому соответствующая подготовка И лучше уделить несколько недель хотя бы тому, чтобы вспомнить правильную технику Мышцы свои подготовить к этой нагрузке И уже постепенно повышая достичь какого-то результата Ходить ежедневно в тренажерный зал не нужно Иначе мышцы не успеют восстановиться Оптимальное количество посещений 3-4 раза в неделю Новички часто думают, что чем дольше продлится тренировка, тем лучше И опять заблуждаются На первых порах достаточно 30 минут Затем занятия могут достигать часа или полтора Те, кто до сих пор продолжает сидеть на диване и не верит в силу мышц и стройность своей фигуры Вот вам весомый аргумент Посмотрите на этого накачанного спортсмена Его зовут Вячеслав А сейчас посмотрите на человека на этой фотографии Видите сходство? Посмотрите еще раз внимательно И убедитесь, быть стройным и накачанным можно в любом возрасте Вячеслав Самойленко Рост 180 сантиметров Вес до тренировок 70 килограммов Вес после тренировок 90 килограммов Стаж тренировок в спортзале 2,5 года Я пришел просто заниматься С сыном первый раз пришел И что-то втянулся Ничего не мог, и стеснялся Ну, даже там обыкновенный гриф Ну, 20 килограмм Ну, там, раз 10 сделал, и все Результат пошел где-то через год Оно же сразу все не наберешь Ну, надо время Ну, и как бы пошло, поехало И втянулся, и не могу остановиться Вячеславу 46 лет Пока его ровесники ленятся Он занимается в спортзале 4 раза в неделю Отпуск исключением не является Таких результатов он достиг За два с половиной года Постоянных тренировок И перехода на рациональное питание Там магазин летом Особенно, когда там заходишь Люди как-то смотрят, так косятся Кто-то говорит, вот, занимайся Я говорю, ну да Ну, видишь, что человек занимается Девушки, внимание молодые Обращают на вас? Ну, есть такое, да Надеюсь, что посмотрев этот выпуск Вы как минимум достали кроссовки И подобрали ближайший спортзал Главное помните Начать заниматься спортом Никогда не поздно В этом особенность тренажерного зала Сюда могут приходить люди Разной физической подготовки, возраста И в любое свободное время Большинство залов работают круглогодично Без обеденных перерывов и выходных Редактор субтитров А.Семкин